Всем привет! Я рада с вами поделиться прекрасной новостью на моем YouTube-канале. 200 тысяч подписчиков, 200 тысяч вас, мои любимые зрители. Конечно, вы не все смотрите, каждый выбирает тему роликов по душе, то, что ему нравится. Кто-то просто подписался и забыл, но тем не менее, 200 тысяч. Когда у меня было 100 тысяч, я получила серебряную кнопку, я вам ее показывала не раз уже. Я сидела с камерой и ловила этот самый момент, когда было 199 тысяч, там, 980 с чем-то. И я сидела и думала, сейчас я хочу поймать вот этот вот переход. И я его поймала. Спасибо вам, спасибо вам за то, что вы есть, за вашу теплоту, за вашу поддержку, за такие душевные пожелания. И в мой адрес, в адрес моих близких. Это невероятная отдача. Сколько советов, идей, нужных ссылок и даже контактов местных я получила благодаря вам. То, что я с вами делюсь, задаю вопросы, вы отвечаете. Многие девочки делятся своим укладом ведения хозяйства в личке, присылают и маленькие видеозаписи, и фото. Это безумная энергия. И, конечно же, я не раз уже говорила о том, что это возможность не только вести творческий блог, делиться чем-то полезным, но это и возможность заработать именно на блоге. И когда я упоминаю в роликах о том, что я работаю, там, удаленно работаю или работаю на дому более правильно, то, конечно, блогерство – это часть работы, той самой работы. Это огромные трудозатраты по времени. Не думайте, что сделать ролик, там это раз-два и плюнул. Нет, это действительно объемная работа. Работа по созданию ролика, по монтажу, по диалогу с вами, по ответам, по комментариям. Естественно, есть сотрудничество какое-то, мне присылают письма, мне очень много приходит предложения о сотрудничестве, но доходят до обзоров лишь те, которые действительно я хочу что-то попробовать, или я знаю, что это будет классное, или я пробую, мне нравится, я с вами делюсь. То же самое, когда мне что-то не нравится, помните, швабру я вам показывала, она вроде неплохая, но есть минусы, я с вами тоже этим делюсь. И так, в принципе, во всем, не только то, что мне присылают, но то, что мы сами покупаем. Но суть не в этом сейчас, а суть в том, что это тоже работа. Но это безумно любимая мной работа, потому что, когда я снимаю ролики, это, я не знаю, это какой-то волшебство, я сейчас говорю, у меня мурашки по коже. Мне нравится процесс создания, особенно каких-нибудь таких креативных роликов, типа а-ля уютные вечера, уютный дом, что такое атмосферное. Этот ролик создается по большей части не то, как оно есть, да, не каждый вечер, не каждый день я зажигаю свечи, там, и всю эту красоту навожу, не получается. И ни у кого, наверное, мало, точнее, у кого это получается. Конечно же, быт, и все это забирает тебя, но иногда стоит остановиться, иногда стоит себе чаще уделять внимание. И я, создавая такие ролики, хочу вас отвлечь от рутины, чтобы вы сели отдохнули, может быть, вдохновились, потому что я сама, когда смотрю что-то подобное, меня это переполняет. Даже если мне лень чего-либо делать, в общем, я этим вдохновляюсь и мотивируюсь. Но по большей части мотивируюсь я именно от вашей отдачи, когда вы ставите пальчик вверх, когда вы пишете какие-то приятности мне, и когда вы просто даже что-то спрашиваете, я вижу, что вам это нужно, вам это полезно, я вам отвечаю, по мере возможности ищу какие-то ссылки, потому что вы просите, да, там, на тот товар, на этот. В общем, друзья, это не передать, как я это люблю, и я рада, что это приносит мне какой-то доход. Вы можете также, как я, попробовать вести блог. Особенно это касается мамочек в декрете, или если у вас вот такой период, вы хотите попробовать что-то еще, вам надоела ваша работа, либо это может быть просто как дополнительный заработок. То есть, например, ваша работа устраивает, вам она нравится, вы не хотите ее менять, но вам, например, не хватает дохода, да, с этой, ну, как не хватает. Нам всем всегда хочется больше. Вы можете просто в качестве дополнительного заработка попробовать вести блог, попробовать писать тексты, попробовать, да, сейчас очень много возможностей для удаленной такой работы, при этом вам не придется, возможно, уходить со своей основной. И, пользуясь сейчас моментом, хочу порекомендовать вам бесплатный, самое главное, бесплатный двухнедельный тренинг, на который я сама лично записываюсь по написанию, по обучению написания текстов. Дело в том, что, почему я записываюсь? Мне это надо для ведения постов в Инстаграм. Иногда у меня есть мысли правильные, полезные, но я порой не знаю, как же их так вкусно, емко подать. И я хочу этому обучиться. Я оставлю ссылочку на этот тренинг «Школа удаленных интернет-профессий. Профи-интернет». Там будет абсолютно бесплатный двухнедельный тренинг, который даст вам возможность почувствовать. Вот это самое главное. То есть вы ничего не платите, вы попробуете. Если вам понравится, и вы захотите расширить область знаний, то, конечно, уже тренинги другие будете покупать, если захотите. Но, согласитесь, а кто сейчас вам даст крутые знания бесплатно? Никто. Тем не менее, у этой школы есть возможность попробовать, ваше это или нет. Потому что обидно заплатить за тренинг, и ты потом поймешь, что мне это неинтересно. Записывайтесь прямо сейчас, не откладывайте, вы ничего не теряете, ну, разве что придется на это выделить время. Но щелкнуть пальцем и не потратив ничего, ни времени, ни денег, и получить какие-то знания, чтобы зарабатывать дома, такого нет. И кто вам это обещает, не слушайте. Если вас не устраивает, я почему вам сейчас именно тренинг написания текстов, потому что я сама лично туда записываюсь, и мне это интересно. Но там есть другие тренинги, там есть другие профессии, то есть не только написание текста, вы можете посмотреть, ознакомиться и выбрать то, что подойдет именно вам, что вам будет интересно. Эта школа одна из крупнейших онлайн-школ по обучению заработку в сети. Обучение проходит постоянно, проводить тренинг будет практикующий копирайтер и тренер школы Вероника Головченко. Обучение проходит в форме как онлайн-занятий, так и выполнения практических домашних заданий, и с ними будут помогать наставники. То есть поддержка во время тренинга будет постоянно. Нам обещают, что после тренинга мы сможем применить наши знания и навыки, писать тексты под заказ и зарабатывать на это. С этой информацией все, я закончила, дальше я продолжу уже исходя из своего личного опыта. Тем более, возможно, у вас будет вопрос, а где искать тех самых, кому писать эти тексты и кто будет платить. Вот тут, конечно, вам придется потрудиться. Опять-таки, не бывает щелчок и вот все вам дали. Есть ресурсы в интернете, Google в помощь, есть форумы, есть такие сайты, где одни ищут работу, другие как раз-таки предлагают, ищут услуги копирайтеров в написании текстов. Блогеры ищут копирайтеров, потому что не все могут писать тексты, кто-то хочет получить готовое, готов за это платить. И из своего опыта мне уже не раз писали вот такие девочки с предложением, что я пишу тексты, давайте я вам буду вести там страничку в Инстаграм, какую-нибудь группу в социальных сетях, буду вам что-то писать. Я этим не пользовалась просто потому, что мне это не надо было, я пока сама справляюсь, ну, мне это, в общем, не надо было. Я знаю много блогеров, которые этим пользуются. И девочки не сидят, не ждут, они пишут всем блогерам. Кто-то, как я, скажет спасибо, меня это пока не интересует. Тем не менее, я себе в закладочке оставляю контакты, а мало ли мне понадобится. А кто-то из блогеров соглашается и вот так девочки себе, то есть не девочки, в общем, копирайтеры себе находят работу. Именно в написании каких-то постов у этого блогера. Попробовать можно, всегда пробуйте, не отрываясь от своей, не уходя, не отрываясь от своей основной работы. Зачем сжигать мосты раньше времени? Попробовали? Чувствуйте, что это не ваше. У вас есть свой тыл, там, своя работа. Но почувствовали, что это круто, вам это нравится, это вот настолько ваше, и вы увидели в этом возможности развиваться, как профессионалы, хорошо зарабатывать, вот только тогда, ну, естественно, подстелив себе такую соломочку, соломку, соломочку, можно уходить уже с того места, которое, например, вам надоело. Но, вот, тоже мне как-то писали, вот, если все станут блогерами, блогерами или там будут удаленно работать, сразу вам скажу, все не станут блогерами. Блогерами, сколько девочек, даже моих подписчиков, пробовали открыть канал и вести его, и очень быстро их закрывали. Потому что, как оказалось, они сами пишут, им неприятны эти негативные комментарии, и, в общем-то, это оказалось очень трудно, и им не хочется свою жизнь показывать. То есть, далеко не каждый человек готов показать, извините, как у него трусы лежат, что он там ест и так далее. Поэтому люди стесняются, да и научиться вот этому всему монтажу, да и, опять-таки, критику не все воспринимают, не все готовы негативные вот эти комментарии. Не то, что там читать и не читать, а вообще не хотят с этим и близко иметь дело. Поэтому блогерами все не станут никогда. Есть люди, которым нравится быть врачами, преподавателями, есть люди, которым нравится что-то строить, черти. Поэтому не надо вот так вот, знаете, ой, сейчас все станут блогером, кто же тогда будет лечить. Есть люди, которым действительно нравится быть врачом. Далеко не все хотят быть блогерами. И, знаете, блогеры миллионы не гребут, просто так миллионы никто не получает хороший доход. Когда блогер получает хороший доход, поверьте, там столько труда. Плюс, чаще всего блогеры хорошо зарабатывают не на своих блогах и рекламе, а уже на своем бизнесе, который они делают, и через свой блог они продвигают, потому что это целевая аудитория. И именно это основной их доход. Ну и, конечно, миллионники, блогеры, да, у них реклама дорогая, они могут на этом хорошо зарабатывать. А не миллионники, такая, как я, крутых денег, ну уж поверьте, я не знаю, как другие блогеры, но крутых доходов нет. Есть то, на что хватает жить, да, и какие-то свои приколюхи. А еще по поводу написания текстов, есть такие сайты, где можно там выставлять объявления, там пишу текст или там что-то еще. И так, собственно говоря, друг друга и находят. Либо вы ищете тех работодателей, кому нужны ваши услуги. Пожалуйста, этому надо тоже уделять время. Поиск информации, ого-го, сколько времени занимает. Признаюсь, у меня это немножечко проще, потому что у меня мой муж очень, очень грамотный человек в плане поиска информации. Я уже не раз его просила дать интервью, возможно, провести какой-то вебинар, поделиться своими знаниями. Моего мужа никто не учил это. Он до этого до всего доходил сам. Вот сам. Ну, он очень отчитанный, он очень грамотный человек, поэтому ему, наверное, в этом плане проще. Когда есть желание, и когда тебе это надо, ты будешь этим заниматься. Я планировала сделать влог. То есть, думаю, я сейчас встречу вас с радостной новостью. Потом я поделюсь как раз для тех, кому это актуально, вот про тренинг расскажу, тем более он бесплатный. И там еще что-то. Но как-то, видите, меня понесло поделиться уже своим каким-то личным опытом. Может быть, я вам не дам слишком много полезного в этом ролике, но, может быть, я кого-то замотивирую, либо кого-то успокою, что не всем быть блогером и не надо быть всем блогером, и что, возможно, вы будете гораздо лучше и больше зарабатывать, сидя на своей работе. То есть, не думайте, что здесь каждый блогер черпает миллионы. Вот. И просто... Просто со мной приятно. Надеюсь, вы провели время. Еще раз спасибо вам за то, что вы у меня есть. 200 тысяч! Вау, это круто! Признаюсь, да, мне бы хотела... Я бы хотела иметь миллион подписчиков, золотую кнопку. Знаете, как говорится, плох тот солдат, кто не мечтает быть генералом. Но я адекватно оцениваю ситуацию свою и целевую аудиторию. Не знаю, чтобы на моем канале было миллион. Хоть и нельзя это говорить, надо всегда верить и визуализировать. Но поживем-увидим. Видите, кто-то достаточно быстро набирает, это 300 и 400 тысяч, полмиллиона там за год, за два. У меня я сколько? Пять лет к этому ушла. Ну, то есть, как-то так. Поэтому миллион это из области фантастики сегодня для меня, если честно. Но я бы хотела. Вот, делюсь с вами откровенно. А еще мне очень приятно, когда вы пишете в комментариях, и по большей части в личку приходят такие сообщения, о том, что мой канал для вас не просто там что-то получить полезное, а у вас поднимается настроение. Просто поднимается настроение. Вот, видя меня, там, слушая. Вы знаете, вот это к теме о том, а важны ли, знаете, профессии, типа, мама каждая важна, там, профессия каждая нужна. И кто-то говорит о том, что блогеры — это вообще, типа, пустота, никчемные люди. Ну, мнение имеет место быть каждое, каждый имеет право на свое мнение, не без этого. Но когда я получаю такие письма, я думаю, вы сейчас поймете, о чем я. Я понимаю, что, блин, что-то полезное я об этом во всем несу. Значит, я занимаюсь тем, чем я занимаюсь. Ведь мне это нравится, нравится. Я обожаю, я в этом растворяюсь. Да, я получаю от этого доход. Я могу прокормить своих детей? Могу. И я несу еще полезное. Друзья, и вот это все, когда соединяется, я со спокойной совестью, со спокойной душой ложусь спать каждый день. Если вы действительно получаете от меня какую-то душевную теплоту, настроение хорошее, какую-то полезную информацию, те же ссылки, магазины, что-то еще, не стесняйтесь писать мне об этом, мне это нужно. Так же, как и вам нужно вот это тепло. Поэтому этот обмен энергиями, это и есть самое важное в жизни, наверное, всего человечества, когда мы не только берем, но и когда мы даем. И я стараюсь давать настолько, насколько я умею, могу. Конечно, я тоже в этом направлении стараюсь, знаете, задумываться. «А что я сегодня дала кому-то просто так?» Вот кого-то порадовало просто добрым словом, без всякой выгоды, без всякой отдачи. Это очень важно, потому что мы в суете наших дней иногда забываем, но у нас жизнь, это не мы плохие, а жизнь так нас ставит в условие, что мы «ты мне, я тебе». Ну, это, знаете, это идет у нас из первобытного строя, из первобытных времен, когда мы выживали за счет этого, да, бартра какого-то. «Я вот тебе такую услугу, ты мне такую». «Я тебя погрел, чтобы самой согреться». Ну, это так. Нельзя на это закрыть глаза. И это неплохо. Так человечество, собственно говоря, развивается. Но иногда стоит, это хорошо, вот когда вы медитации делаете, остановиться и подумать о том, вот я там взяла это себе, я заработала это, я получила это, меня тут полюбили, меня тут похвалили, меня тут головки погладили. А что я? Я кому-то дала тепло? Вот просто так, без отдачи. Конечно, нам, мамам, чуть проще в том плане, что мы своим детям даем это тепло, всегда без какой-либо там ожидания. Ну, хотя как, есть некие ожидания у каждой мамы, что ребенок будет счастливым, здоровым, не потеряется в жизни. Но иногда это настолько, вот ты гладишь его, ты обнимаешь, ты его жалеешь, даешь то самое тепло. Я это все, наверное, к тому, что мне важно и нужно ваша отдача, не ваша отдача, а знание того, что я вам что-то несу. Все, заканчиваю. Я болтушки все эти, наверное, вас утомила. Я сегодня настолько переполнена приятными вообще эмоциями, не только потому, что у меня 200 тысяч, 200 вас, а вообще вот эти дни я просто переполнена хорошими эмоциями. Я вам посылаю мысленно это все, ловите флюиды, помните, что какие бы невзгоды ни были в вашей жизни, все это проходит, поверьте мне. Я такие испытывала в своей жизни гадости. Что говорить? Я родилась с рукой. Я вам уже говорила, если вдруг кто-то новенький пропустил, я оставлю ссылку, что у меня с левой рукой. Я ее в кадре не показываю, тоже говорила, почему? Уж я родилась с такой рукой, друзья, и я нахожу прелести в жизни. Конечно, моя рука – это фигня по сравнению, может быть, с другими какими-то заболеваниями, но тем не менее, девочки паникуют и считают, что у них жизнь закончилась с какой-то горбинкой на носу или с лишним весом или чем-то еще, и начинают из-за этого паранойить и переживать. А это такая фигня по сравнению с моей рукой, вот я вот так просто провожу сейчас в параллель, поэтому я с этим всем нахожу радость жизни, я действую, я не сижу, не жалею себя, не плачу, не жду, когда мне придет кто-то что-то поможет и сделает, я, знаете, пробиваю. И хочу вас немножко в этом замотивировать. Вот поменьше жалейте себя. Жалость к себе убивает все, всю мотивацию. Все, что можно. Все прекрасное, поэтому не жалейте себя. Действуйте. Читайте оптимистичные книги. Смотрите блогеров, которые вас вдохновляют. И еще такой совет. Перестаньте смотреть плохие новости. Уходите от токсичных людей. Если вы смотрите блогеров, которые показывают, ну, которые, допустим, не знаю, от которых тяжеловато, перестаньте их смотреть. Если я такой блогер для вас, кстати, тоже перестаньте смотреть. Смотрите только тех, от которых у вас остается приятный осадок, после которых вам хочется что-то сделать для дома, что-то сделать приятное кому-то. Если вы получаете что-то полезное, смотрите только это. И не смотрите плохих новостей. Я это уже помускала. В общем, все. На этой ноте я заканчиваю. Всех люблю, всех целую, всех обнимаю, все рады, что вы у меня есть. И скоро с вами снова встретимся. Пока!